Сегодня в рамках оперативного совещания с руководителями государственных исполнительных органов власти губернатор Ненецкого округа дал отрицательную оценку действиям Федерального государственного учреждения глав рыбвод на территории региона. Если честно, мне кажется, это какое-то очень странное решение, и меня лично оно возмущает. Причины для возмущения веские. В этом рыболовном сезоне, который стартовал в акватории реки Печора 24 июля, вылов семги и рыбы частяковых пород стал практически недоступен местным рыбакам-любителям. Без объявления, так сказать, войны, Федеральное государственное учреждение глав рыбвод, входящее в состав Росрыболовства, подняло стоимость путевок на вылов атлантического лосося для рыбаков-любителей в Ненецком округе сразу на 50%. Теперь такая одноразовая путевка для вылова одного экземпляра семги стоит 3000 рублей. Рыбаки уже и забыли, что когда-то порыбачить на семгу можно было за 500 рублей. По карману-то это бьет. 3000 отдать и еще порыбачить. Да порыбачить. Дальше бензин плюс бензин, это обходится 5000. А поймал ты, не поймал, это денег стоит. Резкое повышение стоимости путевок на вылов стемги в Печоре возмущает рыбаков-любителей. Но, как говорится, и для рыбаков охота пуще неволи, пусть и тихая. Путевки в Наринмаре покупаются, но, как правило, не окупаются. Большинство законопослушных любителей возвращаются с рыболовных тоней ни с чем. В профильном департаменте Ненинского округа рыбакам пообещали рассмотреть этот вопрос на заседании территориального рыбохозяйственного совета. Основной вопрос о повышении цены на лицензию, то мы его с общей помощью, я думаю, решим. На заседании территориального рыбохозяйственного совета, на который были приглашены рыбаки-любители, рассматривался также вопрос отсутствия продажи разрешений на вылов других пород рыбы, о чем Михаил Ферин доложил в оперативном докладе губернатору. И второе, что их возмущает, это отсутствие продажи путевок на остальные виды рыб. Это частиковые рыбы, это щука, сих, рябушка и так далее. Глаб рыбвод мотивирует, они здесь на местах мотивируют, что нет приказа о расценках. Честно говоря, мне за наших коллег из Глаб рыбвода даже стыдно, потому что они лишили любителей рыбаков не то, что там на семгу повысили, а просто простую рыбу у нас здесь ловить. Эти же вопросы накануне поднимали активисты Общероссийского народного фронта на встречу с губернатором, который встал на защиту рыбаков-любителей. Жить у печоры-кормилицы и без рыбы для жителей Нинецкого округа это по меньшей мере нелогично. Я не понимаю экономического эффекта от повышения стоимости путевки. Более того, вы говорите, что лишили рыбаков-любителей возможности ловить рыбу. Не просто лишили, а лишили возможности тех, кто был законопослушан, кто покупал путевки и кто по правилам это делал. Вот именно по тем, зачем-то это ударили. Я не понимаю, сколько там заработали денег за это увеличение на тысячу рублей, сколько сто тысяч рублей заработали наши. Это решение этих местных, вот ресурс. Мне тоже за них стыдно. И больше того, я этот вопрос так не оставлю, уже написал письмо и Шостакову, и министру. И с ним буду лично разговаривать. Потому что, когда принимаются такого решения, может быть, в Москве не понимают, или даже в Архангельске не понимают, что это значит. Но надо обдумывать такие решения, которые приносят три копейки с точки зрения экономического эффекта, но при этом подрывают доверие граждан к институту вот этого контроля за выловом рыбы. Окружные власти намерены добиться отмены или корректировки решений глав рыбвода. Ольга Малыгина, Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север.